доброго времени суток друзья как видите у нас сегодня новый обзор на достаточно старый проект старый потому что уже отметил свое шестилетие по крайней мере такая информация есть в группе вконтакте ну и заходим на него и смотрим встречает нас как всегда меню кастомизации персонажа увеличение удаления и приближения персонажа как видите выделено вот в такую вот табличку а вот основная менюшка почему-то мне не поддалась я не понял как с ней пользоваться начинается все стандартно выбираем маму папу и степень похожести на одного или другого родителя но дальше почему-то ну скорее всего я не разобрался но так получилось что кастомизировать персонажа мне не удалось я чего не нашел где клавиши нажал просто следующую думал что перейдем на следующую страницу но персонаж у меня появился вот таких вот лысым я так и не понял как им пользоваться вернее этим вот меню ну и ладно в общем то поиграем и таким персонажем тут это не особо играет роль ну и вот мы появились мы вышли из метрополитена и я тут же вижу что это сборка просто один в один напоминает мой недавний обзор на проект дэднет даже нпс стоят почти на тех же местах но на дэднет это была нпс-шка тетенька сюзанна но здесь дяденька кевин в общем-то принципе то же самое идет небольшой диалог как и на дэднет в общем-то диалог ни о чем мы все приступаем в общем-то к дальнейшему обзору ратуша мэрии или администрации уж как он тут называется точно не помню но находится она точно в том же месте как и на дэднет ну я вижу что это одна и та же сборка просто один в один ну и конечно же механика взаимодействия с триггерами та же самая через левый альт выскакивает табличка и тут мы выбираем куда мы хотим попасть все точно так же проходим здание администрации также идем к регистратуре один из подписчиков мне написал что на этом проекте гораздо больше рабочих занятий вот сейчас мы на это и посмотрим но для начала надо еще зарегистрироваться делаем регистрацию давайте смотреть какие рабочие занятия здесь есть ну и как видим действительно рабочих занятий здесь просто огромное количество помимо за рабочих занятий здесь еще и дополнен функционал вообще принципе этой таблички так здесь еще есть оформление пенсии это для тех кто здесь про отыграл вернее достаточно длительное время также здесь можно оформлять пособие по безработице ну и получать регистрацию вот по регистрации у меня например есть претензии ее надо получать каждые 6 месяцев как здесь написано я так понимаю что это каждые 6 часов и это иногда надоедает ну и действительно рабочих занятий как вы можете заметить огромное количество здесь же и таксисты таксисты тоже как видите в двух компаниях могут трудиться и почтальоны тоже в двух компаниях то есть есть какая-то разновидность вариативность ну давайте приступать в общем так обзору этих профессий и ну и самого проекта выходим так сказать в открытый мир свободное плавание и я пытался получить здесь пособие какое там дается подъемное но на этой сборке так сделано что надо сначала выбрать себе банк их здесь три или даже четыре и только после этого пойти в банк оформить карточку и уже тогда у тебя будут сюда начисляться пособие я сходил выбрал банк выбрал ближайший сделал себе карточку ничего интересного там нету в один клик она делается и все пришел автошколу сдавать на категорию бы она нужна для того чтобы начинать здесь работать выглядит это вот так сначала мы сдаем теорию теория я вам скажу достаточно интересная потому что все вопросы взяты из реальной жизни то есть из книжки по правилам дорожного движения категории бы то есть все как в жизни как вы видите таймера нету то есть вас никто не подгоняет если вы в силу своего возраста или просто не имеете водительского удостоверения в реальной жизни вы можете воспользоваться параллельно телефоном или интернетом ну в общем то любым способом и ответить на эти вопросы вопросы действительно из книжки ничего добавленного здесь нету поэтому сдать достаточно просто единственное что здесь добавлено это некоторые картинки но картинки соответствующие и они просто взяты из самой гташки то есть расположение машин на дороге персонажи на дороге все взяты не из книжки а из самой игры вот и все далее нас телепортирует в машину и идет уже практическая часть сдачи но она вообще ничего из себя не представляет это просто гонка по триггерам не какого-то ограничения по скорости не ограничений вообще в общем то нет никаких ограничений просто по быстренькому проехаться надо по этим точкам и все и вернуться обратно к автошколе достаточно аркадная такая сдача и я добы даже ус поставил бы под сомнение вообще ее нужность потому что действительно нету никакого не ограничения по скорости не сдача как видите вот красный свет я еду то есть но никаких штрафных баллов или что-то подобное здесь нету поэтому просто аркадная гонка для вас надо просто доехать до конечной точки я бы вообще наверное вывел просто покупку этой лицензии потому что вот такая сдача она ни к чему вас ничему вас не обучает и никакой смысловой нагрузки не несет просто тупо погонять лишние там 6-7 минут ну вот и все если бы это продавалось было бы наверное гораздо проще ну сделано как сделано ну а далее меня к сожалению выкинуло с ошибкой такое у меня происходило три или четыре раза за все время присутствия в этой игре но мне понравилось когда вы заходите по новой в игру вы появляетесь в каком-то бомжатнике это это здорово придумано ну а далее к нам до подошли какие-то два парня и предложили нам помочь так как видят что мы новички и ну я привык что уже на то на этих проектах есть подобная практика когда новичкам помогают но это был не тот случай да они нам дали какие-то шмотки но в результате там же и убили я бы сказал такая странная благотворительность отдающая гнилью ну какой проект такие тут и игроки и при заходе на их склад я опять вылетел вообще эти вылеты до 50 процентов геймплея которые здесь ощутил ну оказался я естественно после смерти в госпитале ну и вот перед глазами мне открылась вся картина происходящего рп на этом проекте вообще в целом надо сказать что медики здесь не выезжают на убийство ты просто лежишь 4 минуты ждешь когда ты окочуришься потом появляешься в госпитале и еще 7 минут ждешь в госпитале вот и вся процедура лечения ну а увиденная мною картинка рп сервера мне очень напомнила даунтаун стал бери ну и в общем всего того бардака на котором я уже побывал мне сразу стало понятно что никакого рп я здесь не увижу но и так как в клинике мне пришлось провести больше семи минут заняться было нечем я на поговорил с медиком и спросил а что в таких случаях надо делать меня просто так убили и он попросил меня обратиться в полицию и мне интересно вот в эту полицию полицию которая сама ездит сбивает людей и машины что что это происходит я не понимаю зачем вы называете вот это вот рп сервером я не отметаю того что такого не должно быть вообще в интернете но если это кому-то нравится то пожалуйста но это надо назвать заходи творить что хочешь песочница беспредел фановый проект ну как угодно но только не рп потому что ролевой игры здесь нету стоит менты давит людей ездит автобус давит машины вокруг стреляют менты на это смотрят ну это не рп ну и насмотревшись на этот бардак я ушел ближе к магазинам те благотворители которые нас убили перед тем перед убийством дали нам какие-то шмотки я хотел переодеться но вот здесь есть бак можно снять все что угодно штаны и ботинки но никак не снимается футболка я ее пробовал снимать по всякому и мне посоветовали иди в магазин купи какую-нибудь любую шмотку после этого бак исчезнет но до этого вы не переоденетесь никаким образом поэтому идем в магазин в магазине как вы видите до хрена шмоток но показывать их мне на тот момент не было никакого желания ну поймите когда вас несколько раз подряд убивают сбивают и вы вылетаете не можете переодеться по ну настроение падает поэтому я даже не заострил внимание на одежды но одежды много и вот действительно я купил видите коричневую рубашку и вот теперь можно переодеться но шмотки которые нам подарили эти благотворители в кавычках вот фуфло какое-то оказалось в общем-то и шмотки и все принадлежности которые нам подарили по сути то фуфло поэтому вот ну бак исчез все теперь я могу переодеваться ну и переодевшись я сходил арендовал мопед мопеды здесь есть точки аренды транспорта они обозначены на карте в общем-то искать их большой сложности не составляет я взял работу в мэрии это работа клинера ну или уборщика помещений в общем звучит это вот так работа располагается вот в такой точечке и в отличии от дэднета здесь обозначена точка куда надо обращаться но дэднет еще в разработке поэтому там я думаю это еще поправит но остальное все по плану заходим на триггер взаимодействуем появляемся в машине тут нажимаем кнопку м или цифру 2 и выбираем заказ как видите тоже присутствует инструмент в общем то выбираем заказ нажимаем кнопку взять инструмент и все выезжаем на точку и вот тут сразу же разница между сборкой дэднет и вот этой сборкой там я тоже показывал что когда вы садитесь в машину или приезжаете на точку нужно выбирать инструмент там обычно два или три вида инструментов здесь же нету выбора инструментов. Он всегда один. Ну и зачем тогда это меню, если все равно выбора никакого нету? Ну можно же сделать тогда, что это было бы автоматически. Я еду на точку, то есть у меня всего один какой-то инструмент. Ну и даже не написано какой. Поэтому ну зачем так делать? Пускай это будет автоматически. Ведь по сути это является бессмысленным лишним нажатием одного из пункта меню. Вот и все. Ну ладно, мы подъезжаем к точке. Точки очень похожие. Ну потому что эта сборка похожая, поэтому и точки похожие, и в общем-то механика работы один в один. Приезжаем на точку и сейчас пойдем туда взаимодействовать. Но как выглядит работа уборщика помещения, мне было очень интересно. Потому как на предыдущем моем обзоре похожие сборки, рабочие занятия меня действительно удивили. Там и работа с варщикой, и работа с отбойным молотком. Было очень красиво все выполнено. Ну давайте смотреть, что будет здесь. Идем на загоревшийся триггер. Взаимодействие происходит автоматически. Ну и вот такая вот анимация здесь. Далее он что-то пишет в блокнотике. В данный момент, кстати, можно крутить этим персонажиком. Но в дальнейшем не везде можно будет крутить персонажа в разные стороны. Ну вот и в общем-то и вся работа. Ну странная, странная работа. Никакой анимации, кроме записи в блокнот. Все, мы выполнили работу. Ну и не теряя времени отправляемся на следующую точку. Точки выпадают рандомно. Может далеко, может близко. Но зарплата падает одинаково. Независимо от того, длинное расстояние вы преодолели или короткое. Заработная плата 37, 40, 42 доллара. Вот как-то так она выпадает. Ну а мы уже прибыли на следующую точку. Ну и как видим, опять черный экран, никакой анимации. И надо сказать, что вот в эти вот моменты, когда черный экран, меня очень часто выкидывало. Не могу сказать, что прямо на каждой работе, но, наверное, процентов 50 таких вот случаев меня выкидывает. Ну и вот она вся работа. В общем-то, заполнил блокнотик после черного экрана, и все. Работа выполнена. Ну и наработавшись на этой работе, я съездил в мэрию и поменял работу на дизельсектора. То есть будем травить тараканов в чужих домах. Сама работа находится вот здесь. Это в порту, такое прикольное местечко. И вот вы можете заметить, по ходу съемки, вы увидите, кругом валяются машины, мотороллеры. Это особенность этой сборки. После того, как я оставлю свою машину и куда-нибудь пересяду в другую машину, та машина не пропадает. И, как видите, я приехал на машине с прошлой работы. И сейчас я возьму новую. А эта машина останется здесь. И так здесь засирается сервер вот этими машинами очень-очень быстро. Куда бы вы ни приехали, будет везде валяться огромное количество машин. Ну и вот, пожалуйста, мы берем новую машину, а та машина остается здесь. Ну и надо сразу же добавить, что в защиту подобной механики можно отметить то, что если, например, на том же Red Age я испортил машину, помял ее, разбил, я захожу в какой-нибудь магазин или мэрию, ну в то место, где идет телепортация, и выхожу оттуда, моя машина как новенькая. Здесь же, если я разбил машину, куда бы я ни пошел, и вернусь к ней, она будет разбитая. Она сама не восстанавливается. Поэтому не знаю. Вот такая палка о двух концах. С одной стороны, да, машины не исчезают, когда вы выходите, а с другой стороны, их такое огромное количество, они валяются вообще везде. И вот я за эту игру оставил, наверное, штук шесть машин в разных местах. И причем я возвращался, они действительно там стоят. Не знаю, после какого количества машины начинают пропадать, но вот такая вот механика здесь присутствует. Не знаю, как к этому относиться, хорошо или плохо. С одной стороны, да, машину, если повредил, то без механика ты ее не починишь, ну или если ты купишь инструменты, ты ее починишь. С другой стороны, ну просто невыносимо огромное количество машин. Пипец, они валяются везде, они кучами наслаиваются друг на друга. Просто какой-то бардак вот вокруг творится. Ну и опять же, в этом бардаке есть свой плюс. Я, например, после того, как арендовал мопед, больше вообще ничего не арендовал, так как машины валяются везде. Большинство из них открытые, поэтому вы можете просто взять любую машину и на ней доехать. Ну или просто кататься по своей нужде. Машин дохренища, и большинство из них открытые. Единственное, что вы не сможете ее закрыть, потому что у вас нет ключей. А завести и поехать вы можете. Ну вот, относитесь к этому как хотите. Вот такая вот сборочка. Ну а мы тем временем добрались до новой точки на новой работе. Ну и работа выглядит вот так. Черный экран, и давайте догадаемся, что сейчас будет. Правильно, запись в блокноте. Ну, странное решение. Странное. Уже вторая работа, а анимация, если это можно назвать анимацией, одна и та же. Ну ладно, выполнили эту точку, едем дальше. Ну, показывать вам одно и то же, это черный экран и анимация с блокнотиком, я не буду. Поэтому я съездил в мэрию и взял следующую работу. И как вы видите, мы приехали на точку общепита. Я взял работу доставщика еды. То есть будем теперь развозить заказы по домам, наверное, по адресам, как-то так. Ну, подобную работу я уже показывал на мотороллере, там и на мини-купере. Я ездил, возил, такую вот работку, в общем-то, исполнял. Ну, давайте посмотрим, как это выполнено здесь. Ну, естественно, что подходим на точку, взаимодействуем, попадаем в машину. Ну, и здесь все та же самая механика. Взять заказ и взять работу. Ну, сначала берем работу, потом берем заказ. Опять, это бессмысленная беготня по строчкам. В общем-то, заказ можно бы сделать и автоматически. Ну, лишнее только движение приходится делать, вот и все. Так, никакого смысла в этом нет. Анимации у него нет, как видите, посылки в руках не появляется. Ну, в общем-то, вот. Но зато теперь легковая машинка и она будет побыстрее. А вот та самая проблема, про которую я говорил. Ну, проблема или не проблема, я уж не знаю, решайте сами. Но, как я сказал, машин везде просто огромная куча, огромная куча машин. Они везде. Но сама работа, по сути, ничем не отличается ни от первого, ни от второго. Ни от клинера, ни от дезинсектора. В общем-то, едем на точку и бежим, ищем ее. Как видите, никакой анимации посылки нету, мы просто идем с голыми руками. Ну, естественно, доходим до триггера и дальше, ох ты, блин, а дальше, смотрите, как красиво, черный экран. И давайте догадаемся, что сейчас будет. И запись в блокноте. И это уже третья работа. Вот, дружище, который ты написал мне в комментариях, что зайди посмотри, там такое огромное количество работ, и они все разные. Что ты имел в виду, вот мне интересно, под словом разные. Я взял уже третью работу, и никакой разницы я здесь не вижу. Мало того, что не вижу разницы, так она еще и оформлена очень некрасиво. Черный экран и маленькая анимация записи в блокноте. Ну, так на этом можно не останавливаться. Можно так наделать еще кучу огромных этих работ. Ну, там, чистильщик или полировщик канализационных люков. То же самое, мы подъезжаем, взаимодействуем с триггером, уезжаем. На все, что угодно, там, замерщик коры деревьев. Пожалуйста, подъехали, замерили кору деревьев, так же, черный экран, в блокнотике записал, поехал дальше. Таких работ можно придумывать и сотню. Что ж тут останавливаться-то? Поэтому, ну, когда ты сказал мне, там, в комментариях, что посмотри, сколько разнообразия, ты прикалывался, что ли? Вот это ты имеешь в виду разнообразие? Ну, как-то не очень. Ощущение вообще, что эту работу здесь прописывал Малевич, черный квадрат кругом. Ну, а далее я поехал и устроился на новую работу, уже четвертую, называется работа мехатроник. Вообще, мехатроник это наука, изучающая точную механику, компьютерные элементы, там, ну, сложная штука. Посмотрим, что здесь делает мехатроник. И, как вы, наверное, заметили, здесь тоже полно, полно валяется машин. Ну, вот, такая вот эта сборочка. Вот этим она отличается. Но, надо сказать, что по степени того, сколько времени вы проводите на этом проекте, машинами является все больше и больше и больше и местами начинаются пролаги из-за того, что серверу все время надо прописывать эти машины, прорисовывать их, прорисовывать. Ну, в общем, я взял новую работу. Вот так вот выглядит машинка. В общем-то, все то же самое. Уже даже не знаю, есть ли смысл показывать. Ну, все, взаимодействуем, поехали. Далее, все точно так же. Мы приезжаем на точку, выходим из машины и идем на триггер. В общем-то, ничем эта работа от других не отличается. Как видим, тоже анимации, ну, вернее, не анимации, а инструмента никакого нет. Дальше подходим на триггер, но черного экрана уже нет. Он просто достает блокнотик и вот здесь надо вписать номер, который только что выскочил в черной табличке в левом нижнем углу. Вписываем те же самые цифры. В общем-то, вот и все. Ну, теперь хоть понятно, откуда взялись три предыдущие профессии. Это то же самое, только вместо вот этой таблички идет черный экран. Вот откуда взялись первые три профессии. Это один и тот же, одна и та же, вернее, модификация, только там вырезано вот это вот вписывание табличек, вписывание, вернее, цифр. А так то же самое. Ну, как я и сказал, так можно разогнаться-то и сделать сотку профессий. Что такое выдумавое название. Мехатроник, синтезатор, ну, грамотные слова вставляй и делай этих профессий огромное количество. Поэтому разнообразия никакого я не вижу. Далее же идет профессия садовника, но я бы сказал, это упрощенный вариант того, что я показывал на Детнете. И вот тут я все время вылетаю. Но, несмотря на мои вылеты, я все-таки попытаюсь показать и рассказать. Выглядит это вот таким вот образом, который вы сейчас видите на экранах. Он абсолютно рандомно либо копает, либо дует. То, что я показывал на Детнете, там вы выбираете инструмент, заходите, либо копаете, либо дуете из этого дующего прибора. Ну, а здесь это выглядит вот таким вот образом. Абсолютный рандом, то есть абсолютно упрощенная схема, какую я показывал на Детнет. Там это выглядит гораздо интереснее. Ну, а следующее занятие я не показывал, когда делал обзор предыдущего проекта, схожего с этим. Это работа фотографа. Надо сказать, что она более интересна из всего, что я только что видел. Вам выдается джипик, джипик на огромных колесах, и этому есть объяснение. Вам придется лазить по горам, по скалам, по рекам, ну, или вот по таким вот заборам. Пройти туда практически невозможно, поэтому мы туда просто перелезем. Ну, и вот перелезаем через забор, встаем на триггер, и дальше идет анимация того, как он секретно и тайно что-то фотографирует. Такие фотографии надо будет делать не только вот в таких вот домах, но и на природе, в горах. Мне приходилось лазить по высоким горам, по рекам, заходить по пояс в озеро, на берегу моря. В общем, эта работа достаточно интересная. Среди того, что мы только что увидели. Здесь есть хоть какая-то смысловая нагрузка и анимация. Также надо сказать, что в этой работе учитывается дальность поездки, в отличие от предыдущих одинаковых абсолютно работ, где вы могли проехать много, а получите все равно одну и ту же зарплату. Нет, здесь, в этой работе, фотографа, если вы едете далеко, в горы, там фотографировать, не знаю, диких орлов или еще чего-то, за дальность поездки вам здесь оплатят. В общем-то, это и выходит больше зарплаты, только из-за того, что дальность поездки здесь учитывается. Вот такая вот работа, на мой взгляд, самая интересная из того, что мы сейчас видели. Далее же, я устроился в почтовую службу. И еще до этого меня удивило, что такие машинки стояли возле мэрии, никто на них не работал. И вот, как видите, рядом со мной тоже стоит машинка. Оказывается, эта работа просто баганая. Чтобы вы не нажимали, ничего не происходит. Ни взять работу, ни взять заказ, ничего не работает. Я подъехал к мэрии и спросил, в чем проблема. Мне сказали, забей нахрен на эту работу и устройся на другую. Она не работает. Такая вот работа. Ну, а следующая по очереди у меня шла работа в автопарке, в автобусном парке. Я туда устроился, поработал, ничего такого интересного там нету. Если кому-то интересно, то сейчас вот в правом верхнем углу будет подсказка на предыдущий мой обзор. Там я это все рассказывал. Здесь то же самое. Есть три вида автобусов. Городской, пригородный и междугородный. Выбираете любой и ездите. Вам потихоньку капает зарплата. В общем-то, вот и все. Ну, а далее я хотел вам показать сколько автотранспорта на этом проекте. Почему хотел? Сейчас узнаете. Автотранспорта действительно очень много. Огромное количество. Я даже не знаю, видел ли я на каком-то из проектов более огромное количество автотранспорта. Здесь на карте есть три магазина. Они как-то подразделяются, видимо, по ценам. Ну, наверное, по ценам, скорее всего, от минимальных до максимальных. Ну, такой нижний класс, средний класс, ну и элитка. Наверное, как-то так. Ну, оформление магазина вы видите. К сожалению, никакой информации об автотранспорте нет. Хотя, вот на том же проекте Red Edge я показывал магазин и говорил, что вот там выведены три кнопки. Смотря, что вас интересует. Скорость автомобиля, его багажник или же его цена. Я выбирал по цене, я нажал на ценовую кнопочку и мне выстроились машинки в ценовом порядке от минимального до максимального. Естественно, я нажал на там те, которые меня интересовали по минимальной цене и выбрал. Ну, также я хотел бы там выбрать, например, по емкости багажника. Я бы нажимал на кнопку багажника и машинки выстрелились в таком же порядке. Здесь же абсолютно непонятно, как подыскать себе машину. Приходится прокручивать весь этот список. А повторюсь, список автотранспорта, как вы можете сейчас заметить, ну, просто огромный. И это только один магазин. Я хотел вам показать все магазины. Но, к сожалению, у меня не сложилось. Почему не сложилось? Да вот почему. Чепухай, бать, на камне свое. А че ты такой, блядь? Давай сюда, поехали, блядь. Че ты уехал? Загло, босса. Поехали. Че, ну, доцикл здесь. Прыгаем. Блядь, Артур, пожалуйста, быстрее. Откисай. Ну, вот такая вот история сложилась. Я вышел из магазина, а здесь вот такие вот разборки. Ну, и зачем парням выяснять, кто к чему и из-за чего взяли и расстреляли. Извините за лаги, но я говорил, что здесь накапливается огромное количество машин. И помните, я приехал сюда на автобусе. Он тоже здесь стоит. И видите вот эту кучу взрывающихся машин. Как я и сказал, здесь машины не пропадают. Они вот такой вот кучи постоянно нахламляются, нахламляются, нахламляются. И, естественно, когда приехали еще и эти ребята на своих машинах, и надо было прорисовывать и их машины, и потом пошли выстрелы, естественно, тут все залагало к чертям собачьим. Ну, вот такие вот проблемы этого сервера. И вот такое вот РП здесь происходит. Под Сантре решила поиграть войнушку, блин. Ну, вот поэтому меня здесь и забомбило. Это уже третий раз, когда я откисаю и еду в госпиталь, блин. Ну, в общем-то, не делая никому никакого зла. Но достал меня вот это вот РП дебильнутое, которое происходит вот на этих вот серверах. Еще раз скажу, на кого хера вы называете это РП? Вы считаете, что вот сейчас была РП-ситуация? Серьезно? Ну, естественно, уже хрен знает какой раз, выходя из госпиталя, я решил, что все, хватит с меня, надо покидать этот проект. Я чувствовал себя как будто я в говне измазался. В общем-то, я уже решился выйти и пошел, чтобы найти какого-нибудь новичка, который зашел сюда и может быть ему здесь все это дело понравится, просто отдать ему мои денюжки. Как вы думаете, что произошло? И да, я нашел новичка и как вы можете видеть, он даже выглядит точно так же, как и я. Но здесь приехали РП-шники. Ну и вот, смотрите. Офигенно начало играть. Слышали, да, что сказал парень? Офигенно начал играть. Это первая работа, за которую он взялся и первые минуты, проведенные на проекте. Вот так вот мега-РП-шники и отбивают охоту заходить на такие вот проекты. Ладно я, но для меня это и не было проектом. Но пацан-то вот этот, который зашел, может быть и задержался бы здесь. А вот теперь я уже не уверен. Будет ли ему интересно продолжать, когда отданные мной ему деньги у него точно так же и забрали. Ну а я же покидаю этот проект с чувством зря потраченного времени. с ощущением, что я не играл, а в чем-то извалялся вонючем и склизком. Настолько противен мне этот проект. Ну, это мое мнение и я всегда говорю, что я его не навязываю. Подобные проекты есть, как видите, у него есть онлайн, здесь и существуют какие-то люди, они здесь видимо играют и это им нравится. Я и не говорю, что подобного не должно быть. Если это нравится людям, пускай оно будет. Но я останусь при своем мнении. Подобные проекты нельзя причислять к разряду РП. Роли, плей. Ролей здесь никаких нет. Здесь все бесятся, сбивают друг друга, всем на все насрать. Но здесь еще надо сказать, что очень часто банят за нон-РП. За какое нон-РП, вот хоть убейте, я не пойму. Как отыгрывать РП в ситуации, когда полиция тебя сбивает, когда тебя просто так убивают, когда все ездят и таранят друг друга. Какое РП? Тут даже была смешная ситуация возле мэрии какой-то представитель какой-то организации типа ФБР отчитывал человека, что он неправильно припарковался. Блядь, серьезно? Посмотри это видео неправильно припарковался. Хуйня какая-то, вот честное слово. Простите меня за мой французский. Но этот проект существует и он кому-то нравится. Пускай он будет. Вот такой обзор у меня получился. Если кому понравилось, заходите, он открыт, он ищет своих игроков. Играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Ну, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok